У бойцов ММА часто случаются конфликты между друг другом, которые они могут уладить в клетке. Но что происходит, когда спортсмены из мира смешанных единоборств начинают конфликт со звездными личностями? Сегодня мы вам об этом расскажем. Коди Гарбранд и Жан-Клод Ван Дам, бывший чемпион UFC, рассказал о своем конфликте с известным актером. В первый день, когда он пришел к нам в зал, он такой, окей, мне надо размяться. И эта разминка длилась 38 минут. Ровно 38. Говорит Гарбранд. Он обмотал голову полотенцем и буквально залил весь зал своим потом. За день до этого Юрая и Дэнни тусили с ним. Немного выпили, так что он решил вывести из себя все остатки алкоголя с прошлого вечера. Короче, он размялся, мы заходим в клетку, он берет меня и растягивает меня минут 40. Он проводит мне по-настоящему сумасшедшую растяжку, а у меня до боя еще 60 дней. Короче, я был не сильно пластичный. В общем, он растягивал меня 40 минут, попутно заливая своим потом всю клетку. Также с нами был Крис Холдсворд, которого он также растягивал и капал на него своим потом. В конце концов, наш приятель Роб крикнул ему. Жан, вытри уже с себя этот пот, ты просто заливаешь парней. В общем, спустя 40 минут мы подготовились к ударам ногами. И мои ноги в это время просто горели от этой растяжки. Наконец, он начал показывать нам удары ногами. Он начал с Криса, но быстро переходил от одного к другому. По нему было видно, насколько он был возбужден и как он хотел поделиться своими знаниями. И я благодарен ему за это. Он начинает показывать свои удары на Крисе и выбрасывает этот офигенно быстрый удар. Не знаю, как он называется, тот самый его коронный удар. Он очень быстро поднимает свою ногу и также быстро возвращает ее на место. Что-то вроде хука, только ногой. Крис такой, вот дерьмо, надо держать руки повыше. Потом он перешел ко мне и мы начали отрабатывать что-то вроде фронткика, но с доворотом ноги в конце. Я несколько раз отработал этот удар на нем, после чего встаю в стойку и читаю в его глазах. Ну что, поехали? И он начинает прыгать вокруг меня, играться со мной и отвешивать пощечины. Я думаю, что за хрень? Потом он пробивает мне этот чертов круговой удар ногой и попадает прямо по зубам. И я такой, ах ты ублюдок. Я был очень зол на него. Не буду врать, у него чертовски быстрые удары ногами. Но блин, мы же просто отрабатывали удар, который он мне показал, после чего он взял и заехал мне в челюсть. Чуть не выбил мне зубы. Я аж почернел от злости. Хотелось порвать его прямо там. Но это же Жан Клод, что тут поделаешь? Конор Макгрегор и Дэймонд Грин. Известный баскетбольный форвард Golden State Warriors Дэймонд Грин и чемпион UFC Конор Макгрегор повздорили как-то в социальных сетях. Грин разместил фотографию Макгрегора в майке Warriors с номером 23 у себя в инстаграме, посоветовав ирландцу больше не надевать майку с его номером. «Мы за Флойда, братишка, не за тебя. Сними это», – написал Грин. 26 августа Макгрегор на тот момент должен был драться с 12-кратным чемпионом мира по боксу Флойдом Майвезером-младшим. Однако Макгрегор ответил, что это не майка Грина. «Это майка СиДжей Уотсона, дружище. Я не знаю, кто ты, черт возьми, такой. Никакого неуважения, паренек. Оставайся в школе. Я бью о пол головы, а не мяч. Это не игра», – написал Макгрегор. Топовый тяжеловес UFC Андрей Орловский также рассказал о неудачном знакомстве со своим некогда любимым актером Расселом Кроу. Моим любимым фильмом был и остается «Гладиатор». Рассел Кроу – великий актер, но я помню, как присутствовал на бое Далахоя Багьяо, и там же был Рассел, рядом с которым ходил огромный охранник. Я его увидел, подошел и сказал что-то вроде «Рассел, я твой огромный фанат, можно с тобой сфоткаться?» Он бросил на меня взгляд и отвернулся, а его охранник меня отпихнул. Я толкнул его в ответ. Короче, мы почти что подрались. С тех пор я не люблю Рассела Кроу. Понимаешь, я никогда ни у кого до этого не просил сфоткаться. Это был первый раз, и поэтому меня так огорчила его реакция. Он ничего не сказал, а просто посмотрел на меня таким взглядом, а будто говорил «Какого хрена тебе от меня надо?» Вначале я подумал, что он меня просто не расслышал, поэтому вежливо повторил просьбу чуть громче. Но меня просто толкнули. «Какого хрена?» – подумал я и толкнул в ответ. «Я же многого не требую. Прояви ко мне уважение и просто скажи, что не так. Я никогда не позволял себе отталкивать фанатов, даже когда сломал руку во время боя. Вне зависимости от настроения, я всегда уважительно общаюсь с публикой и прессой». Во время ежегодного Каннского кинофестиваля Ронда Роузи и ее 16-летняя сестра увидели Джастина Бибера, который, не распознав в женщине чемпионку UFC, отказал ее родственнице в фотографии. После этого девушка заявила, что больше не является его фанатом. Он сказал «Я уже сделал миллиард фотографий за сегодня. Миллиард!» «После этого моя сестра повернулась ко мне и сказала, что больше не будет его фанаткой», – заявила Роузи. Ронда не единственный боец UFC, с которым Джастин Бибер имел конфликт, так как он также повздорил с Нейтом Диазом. Бибер давно говорил, что он может побить обоих братьев Диазов, поскольку его тренирует Флойд и он сказал «У меня огромный талант». Позже, когда Диаз победил Конора Макгрегора в 2016 году, Бибер заявил, что он сломал ему сердце, а затем продолжил критиковать победителя. «Конор настоящий чемпион. Он борется со стилем и утонченностью. Я уважаю Нейта, но его стиль ужасен», – заявил Бибер в Твиттере. Диаз позже ответил в Инстаграм, сказав, что Бибер ненавистник, добавив в рисунок дающий поп-звезде одну из его пощечин. Несколько дней спустя Диаз появился в клубе в Лос-Анджелесе, где также оказался Джастин Бибер. Но до того, как все проблемы начались, Бибер быстро спросил у бойца, могут ли они положить конец вражде. «О, вот как ты заговорил сейчас», – ответил Диаз, но тем не менее он принял предложение, поэтому, наверное, Бибер все еще жив. Рэнди Кутюр и Стевен Сигал Однажды Стевен Сигал сообщил, что готов встретиться с Рэнди Кутюром, если тот действительно хочет поединка. Американский боец был немного обескуражен этим заявлением, и вот что он на это ответил. «Я как-то пошутил в интервью, что возобновил бы карьеру только, если бы Стевен Сигал пришел в бои. Видимо, этой шутке дали ход. Я не думаю, что наш поединок мог бы состояться». Что касается заявлений Сигала о том, что наш бой прошел бы без правил и без свидетелей, что ж, я не думаю, что это в состоянии изменить природу поединка в принципе, и это вряд ли спасло бы его. Друзья, напишите в комментариях, что вы думаете на этот счет, также ставьте лайки, если вам понравилось это видео. Субтитры сделал DimaTorzok